Глава региона отметил, что сегодня в мире, в стране не очень спокойная ситуация. И сейчас главное удержать стабильность и безопасность в регионе. Тем более, что Кубань не понаслышке знает, как непросто бывает пережить миграционный подъем. Жители Крымского района до сих пор вспоминают сложную ситуацию с приезжими турками и курдами. Тогда властям пришлось приложить много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. Поэтому сегодня рейды по выявлению нелегальных иностранных рабочих нужно продолжать. Миграционные потоки, которые продолжают иметь место, вредны для жителей нашего края. А если будет перебор, перекос в дуленую сторону, они будут быть опасны. Мы видим сегодня, что происходит в Англии, когда страны достаточно толерантные. Эти вопросы были возведены в рамках государственной политики. Об этом нельзя было говорить публично, только шепотом на кухне. Кто-то кого-то, может быть, не очень долюбливал, но тем не менее. А количество арабских республик, других стран, которые, так сказать, просто их количество переходило постепенно в качество. Мы с вами прекрасно понимаем, что эти вопросы должны управляться в ручном режиме. И мы должны создавать такие условия, что те, кто хочет приехать к нам, жить спокойно, мирно, работать, создавать семью, быть полезным для нашего региона, мы говорим, милости просим. А все те, кто приезжают просто побить баклуши, что-то урвать, нанести урон, создать напряженность своими действиями, поступками, я думаю, это для нас деструктивно. Как отметил начальник краевого МВД Владимир Венецкий, миграционный вопрос на Кубани под постоянным контролем. В целом, подводя итоги работы в ведомство за год, начальник главка заявил, что в 2014 для сотрудников был сложным и ответственным. Значительные ресурсы были задействованы для обеспечения безопасности на Олимпийских и Паралимпийских играх, этапах Грам-при Формул-1. Но это был хороший опыт. Сегодня уровень преступности в крае ниже среднероссийского. За год кубанским полицейским удалось раскрыть более 35 тысяч преступлений, из которых более 7 тысяч тяжкие и особо тяжкие, пресечь каналы незаконной транспортировки наркотиков. Также на расширенной коллегии начальник главка отметил, что большую помощь правоохранителям оказывали казачьи дружины. Благодаря совместной работе полиции и казачества в прошлом году удалось предотвратить сотни противоправных действий. Участие казачества в охране общественного порядка позволило совместно пресечь 249 противоправных деяний, выявить более 70 тысяч административных правонарушений. Казаки принимали активное участие в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий. Не осталось без внимания и общемировая ситуация в борьбе с терроризмом и экстремизмом, когда вся Европа вышла на улицы в знак протеста против терроризма. Александр Ткачев подчеркнул, чтобы сохранить стабильность в регионе, нужно удержать баланс. Народы, проживающие на одной территории, должны проявлять друг другу уважение и терпимость. И закон при этом должен быть равным для всех. То, что произошло во Франции, погибли там 20 человек, да, это страшно, это плохо. Когда весь мир, миллионы жителей вышли на улицу, вся Европа объединилась. И когда в Донецке гибнут каждый день по 20 человек, это не замечается, это никто не видит. Насколько мир имеет двойные стандарты? Зача сегодня, когда Запад, мир нам демонстрируют новые вызовы и угрозы, все те, кто сегодня пытается раскачать, уничтожить нашу страну, нашу историю, попрать, забыть, переписать. Мы должны четко понимать, все это нужно пресекать на корню. Если произошла драка по Ножовщине и не наказан преступник или человек, как бы ни было национальности, русский или пристельный Кавказский республик, значит, так сказать, власть не работает. И я думаю, что последние тенденции, когда власть, правительная система начала изобличать, действовать решительно в рамках, естественно, федеральных законов, и народ, и жители края, и в случае этой страны стали больше доверять. На коллегии полицейских также отметили лучших сотрудников. Им вручили награды и благодарственные письма. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.